Всем привет! С вами Тамерлан, хореограф арабского танца, и это ответы на вопросы от вас, мои дорогие! А сами вопросы, на самом деле, в смысле сообщения, которые вы мне присылаете в личку, намного больше по размеру, но я выделил самое главное из сообщений. Итак, первый вопрос. Было бы здорово, если бы вы все виды трясок пояснили. Ну, давайте. Собственно, у нас с вами многие могут сказать, что, ну, я имею в виду, многие хореографы могут сказать, что трясок превеликое множество, там можно делать и так, можно делать и так, можно делать и так. Но для тех, кто только-только начал заниматься арабским танцем, восточным танцем, на самом деле трясок, ну, не так уж много. Есть просто разная их подача, с разной интенсивностью, на разных ногах, так и так, наполнить там и так далее, да. Но давайте выделим с вами три вида трясок, которые мы можем все-таки как-то разделить, да. Собственно, это египетская тряска, когда вы по очереди разгибаете колени, да. Ну, я буду делать медленно, не так, как делается тряска, чтобы вам было понятно. Вот, потом у нас идет вторая, это ливанская тряска, когда мы работаем активнее бедром. И, собственно, у нас есть тунис, когда мы скручиваем бедра. Вот. Что-то как-то я руки, как этот, как всем ученикам своим говорю, держите руки в сторону, а сам как этот, как корочка. В общем, и, собственно, все, наверное, да. Вот. Вот, конечно же, есть еще грудная тряска, есть еще тряска там волосами, например, да. Ну, у меня волос нет, хотя, наверное, можно попробовать объяснить. Итак, давайте по порядочку. Египетская тряска, о ней мы уже говорили, и это переменная работа коленями, так, чтобы ваши ноги были максимально расслаблены. Да. Вот. Перейдем к движению ливанская тряска. Для начала вы должны встать. Ну, естественно, не сиди ее делаем. Встали. Присели, колени слегка согнуты. И вы по очереди тянете правое и левое бедро вверх, тянете к подмышке. Раз. Два. Раз. Два. Помогаете себе коленями и работаете вот таким вот образом. Обязательно, когда вы делаете это движение, ваши плечи остаются на месте. Вот, примерно так, да. То есть, я делаю, попеременно поднимаю бедро, и плечи у меня остаются на месте. То есть, я не прыгаю. Вот. И потом вы постепенно добавляете темп. Начинаете делать быстрее. 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 И разгоняетесь совсем. Важно, чтобы вы делали движение ритмично. Если вы начинаете сбиваться, да, то есть, начинается какой-то та-та, та-та. Но, то тогда замедляйте темп и делайте заново. Начинаете с медленного темпа и постепенно добавляйте темп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Быстрее, 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 быстрее. и когда вы уже начинаете сбиваться, снова возвращаетесь на медленный темп, чего, Мелисточка, возвращаетесь на медленный темп и начинаете заново, вот, вот сейчас нужно было, да, подточить когти, вот именно в этот момент, ой ты боже мой, и, иногда бывает так, что, тем не менее, непонятно, как же поднять бедро вверх, и в этом случае вам поможет отрывание пятки от пола и подъем, то есть вы поднимаете свою ножку на мысочек, и тогда производите подъем смежного бедра, раз, то есть я сейчас поднимаю на мысочек, но этого не видно, к сожалению, на видео, тем не менее, поднимаю на мысочек и поднимаю одно бедро, Важно, чтобы ваша другая нога была согнута в колени, иначе вы будете прыгать в плечах, вот, и таким образом вы тренируете просто подъем бедра, когда уже это у вас получится, то вы переходите к самому движению, вот В общем, следующее движение это тунисская тряска, в этом случае ваши колени прямые, и вы скручиваете бедра попеременно, раз, два, три, четыре, естественно, ваши плечи остаются на месте, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и постепенно вы добавляете темп, постепенно вы добавляете темп, точно так же, в принципе, да, Это касается всех видов трясок, начинайте с медленного темпа Куда? Ну куда ты хочешь? Мелисочка, девочка моя, куда ты идешь? Ладненько, Дэмос, забился к тебе в домик? Вот как-то так Все остальное это какое-то разнообразие данных трясок, которые исполняются с теми или иными элементами, и которые могут быть исполнены с разной степенью интенсивности Вы можете делать их спиной к зрителю, боком к зрителю, лицом к зрителю, в продвижении в каком-то, да, то есть, например, вы делаете там ливанскую тряску и продвигаетесь там в одну сторону или в другую сторону, либо делаете это на одной ноге Вот, это уже разнообразие трясок, которое может быть подано танцовщицей для зрителя Вот, и давайте с вами перейдем ко второму вопросу Когда просматриваю видео со своих выступлений, то обратила внимание, где идет движение тряска, ее совсем не видно, хотя я ее делаю, как мне быть? Человек говорит о том, что он тренируется, делает какое-то движение, в данном случае речь идет о тряске, и потом идет танцевать на сцену, и там это движение уменьшается На самом деле это относится не только к тряске, это относится к любому другому движению, которое вы делаете Это могут быть восьмерки, там ключи, удары какие-то, да, вибрация с животом, все что угодно, а на сцене уменьшается, потому что вы волнуетесь, переживаете, там есть зрители разные, всякие недоброжелатели какие-то, да, вот И вы переживаете за свое выступление, естественно, ваша тряска будет уменьшаться, ваше любое движение будет по амплитуде уменьшаться, и вы будете чувствовать скованность некоторую Так вот, на самом деле, за годы выступлений, за годы тренировок, нет, больше, наверное, выступлений, я заметил, что танцовщицы любого уровня перед выступлением, и особенно профессионалы по арабскому танцу, перед выступлением обязательно растрясываются Ну, то есть, они стоят за кулисами и просто делают тряску, вот просто стоят и просто делают тряску, они делают ее либо с восьмеркой, либо как-то еще пританцовывают, в общем, они подготавливают свое тело Дело в том, что тряска имеет свойство, как бы, расходиться со временем, и даже если вы профессионал высокого-высокого ранга, то все равно вам нужно не просто разогреться, да, перед, хотя это, естественно, обязательно, перед выступлением, перед выходом на сцену, ну и растрястись То есть, сделать такое специфическое движение, подготавливающее ваши ноги для выполнения движения тряска Поэтому я вам настоятельно рекомендую перед выходом просто встать и за один номер до вашего выхода делать тряску Просто встали и трясетесь, и не важно, что звучит на сцене, может быть, какая-то мелодичная музыка или что-то более ритмичное Просто делайте тряску, и флаг вам в руки, все у вас получится А, с вами был Тамерлан, хореограф арабского танца Танцуйте с удовольствием, и танцевать может каждый До скорых встреч, пока-пока Да, и совсем забыл, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, иииии, все Субтитры сделал DimaTorzok